и в фейсбуке. Всем привет, дорогие друзья! Сейчас рот идут и в инстаграме, и в фейсбуке одновременно, и мы развиваем страничку в инстаграме. На сегодня большая часть людей переходят в инстаграм, так показывает статистика, и мы, так как мы в фейсбуке много лет уже, много лет мы в фейсбуке действуем, действуем, привыкли просто, но мир меняется, жизнь меняется, инструменты меняются, мир не меняется. Как сказал нам царь Соломон, ничего нет нового под солнцем, то, что было, то и будет. Люди всегда изучали Тору, преподавали Тору, мир, только менялись способы передачи информации, поэтому, кто хочет в фейсбуке, в фейсбуке, кто хочет в инстаграме, в инстаграме, но очень обязательно все, кто в фейсбуке, так как в фейсбуке нас больше, подпишитесь, пожалуйста, на страницу платформы ВАИКРА в инстаграме, для того, чтобы мы дошли до 10 тысяч быстрее, сейчас на 6 тысяч, для того, чтобы у нас были большие возможности распространять Тору. Это наша цель, платформа ВАИКРА, это место, где люди, которые хотят обучать Торе, преподаватели Торы, встречаются с теми, кто хотят изучать Тору. И каждый преподаватель преподает что-то свое, тоже у меня еще одна просьба к вам, пройдитесь по страничке ВАИКРА, поддержите всех преподавателей, кого лайком, кого деньгами, кого хорошим комментарием. То есть, очень важно в этом мире давать поддержку другим людям. Другим людям давать поддержку, потому что человек, он как производит свой интеллектуальный продукт и эмоциональный продукт. У меня здесь, видите, написано, только счастливый может сделать счастливыми другим. То есть, человек, он производит свой эмоциональный продукт вначале внутри себя. Он, например, может производить свою благодарность. То есть, это основа Торы, это благодарность Всевышнему. Когда мы говорим Богу, спасибо тебе, утром просыпаемся, спасибо, что я проснулся, спасибо, что у меня есть руки, да, тот, у кого есть руки. А Никвучич, кстати, Никвучич, он говорит, спасибо, что у меня нет рук, он говорит, можете себе представить. Как может человек говорить, у которого нет рук и ног, спасибо, что у меня нет рук и ног. Он говорит Всевышнему, спасибо, говорит, что у тебя на меня есть хороший план, что ты через меня вдохновляешь людей и показываешь тем, у кого есть руки и ноги, насколько это круто. То есть у него целая своя система. Он благодарит за то, что у него нет рук и ног. Мужчина благодарит за то, что он мужчина. И мужчины благодарят, вы знаете, есть благословение, мужчины утром благодарят Бога за то, что не создал меня женщиной. Вот я утром говорил, что он не сделал меня женщиной. Есть такое утреннее благословение. А женщина что говорит? А женщина говорит, спасибо, что создал меня женщиной. То То есть, если ты женщина, круто быть женщиной. Если ты мужчина, радуйся, что ты мужчина. Есть руки, радуйся, есть руки. Нету, радуйся, что нету. Радуйся, а как радоваться? Благодари Всевышнего. Хорошо, значит, все. И когда человек произвел свой вот этот эмоциональный продукт благодарность, он благодарный, тогда он переходит к окружению своему, и он начинает благодарить, благодарить окружающих. Спасибо за то, что вы пришли на урок. Спасибо, вы такие прекрасные люди, что вы тянетесь к Всевышнему. А в Мишле царь Соломон говорил, если ты будешь искать знания о Боди, да, Тору, если ты будешь искать знания о Боди, имка кесов, как серебро, ты вакшена, будешь ее искать, просить будешь, да, как серебро люди просят. Или как матмуним тахпесена, или как сокровища людей ищут, будешь искать также знания о Боди, астави ныра ташем, тогда ты поймешь страх перед Богом. Ведаат, Элоим, Тимца. И познание всесильного ты найдешь, то есть ты поймешь, как все работает, у тебя будет тогда жизнь, просто рай на земле, и дальше ты идешь в рай, в следующий уровень, потом грядущий мир, там целая система. Всевышний есть ему чем награждать, тех, кто его любит, и тех, кто с ним. У него возможности бесконечные. Он бесконечный и возможности бесконечные. Теперь мы изучаем хитос. Хитос – это сборник, в который состоит ежедневный сборник. Можно, опять же, в Телеграме мы даем для скачивания эту книжечку на русском языке с комментариями. Вот спрашивают, с чего начинать изучать Тору. Я считаю, что с этой книжечки можно начать изучать Тору. Отлично. Каждый день идет Хумаш, отрывок из Хумаша, из Пятикнижия. Тейлим – псалмы, несколько псалмов из псалмов царя Давида. И отрывок из книги Тания, как устроена душа человека, как это все работает в духовном мире. Сегодня мы находимся в глава Ноах. Глава Ноах. Сегодня у нас четвертый день недели. И сегодня у нас Рошходыш. Рошходыш Хишфан. Рошходыш Хишфан. Второй месяц, значит, был у нас Тишрей, сейчас у нас Хишфан. И начинается Рошходыш, это новая луна, начинается новый лунный месяц. Сегодня как раз мы находимся, это такой полупраздничный день, как зарождение нового. И глава Ноах каждую неделю читают одну из глав. Мы сейчас вторая глава с начала цикла, была первая глава Берешит на той неделе. И сейчас глава Ноах. И мы сейчас в середине ее. «И сказал Бог Ноаху, говоря, выходи, говорит, из ковчега, ты и жена твоя, и сыновья твои, и жены сыновей твоих вместе с тобой». То есть мы сразу же из этого первого отрывка видим, что Всевышний распределил их муж и жена, муж и жена, муж и жена. И здесь он им разрешил, говорит нам Раши, разрешил им опять вступить в отношения. Год, который они были в ковчеге, им и всем животным Всевышний выключил систему продолжения рода. И они весь этот год, они не занимались взаимодействием друг с другом для продолжения рода. Тут Раша говорит, он их сказал им уже все, муж и жена, муж и жена, муж и жена. Когда они заходили в ковчег, там написано по-другому, Бог сказал «Нох и сыновья, жена Ноаха и жена сыновей». То есть они пошли отдельно, мужчины и женщины, а здесь они уже выходили парами. И все животные тоже вышли из ковчега. Я пропускаю, я даю только те вещи, которые лично меня очень сильно зацепили. Вот я хочу вам эти вещи рассказать, а вы потом прочитайте всю главу, скачав книжечку в нашем телеграм-канале. Значит, в общем, Бог сказал им всем «выходите из ковчега», и они все начали выходить из ковчега. И что первое сделал Ноах? Вот здесь мы видим главный секрет, почему именно Ноах спасся из всего человечества, почему именно Ноаха Бог выбрал. И мы видим, почему Бог любил Ноаха, и мы видим это вот с первого его действия. 20-й отрывок «Ваевен Ноах мисбех ляшем». «И сразу построил Ноах жертвенник для Бога». Все, это было первое его действие на земле. Он первым делом вышел из ковчега и сказал Всевышнему жертвенник. Это само слово «жертва» в русском языке имеет какой-то оттенок, ну, какой-то свой оттенок, да, «жертва». На иврите слово «жертва» звучит как «курбан». «Курбан» — это тот же корень, как корень «лейткарев». «Лейткарев» — это «приблизиться». То есть вот это то, что мы называем «жертва», да, хотя тоже, может быть, человек жертвует что-то свое на благотворительное. Что значит? Это он берет часть себя, часть своей жизни, своего заработка, и он передает это как добро. Если он это делает по велению Всевышнего, то есть Бог сказал делать добро, по факту это не человек делает добро, это Бог делает добро, а человек является проводником божественного добра. И когда человек своим имуществом, своим временем, своим добрым словом, он делает что-то доброе другому человеку, в этот момент он приближается к Богу, то есть он становится с Богом, попадает в резонанс. Но раньше были более, более были такие мощные инструменты работы, да, это так и называлось «Ляавод», то есть это «Авода» называлась «Служить Богу». Жертвоприношение – это служение Богу. И, значит, взял Нох, построил этот жертвенник, и, значит, взял он из чистых животных, которых Бог сказал, вот эти животные по семь возьми с собой в ковчег, а остальных по два. И Нох из этого понял, что те, которые по семь, это чистые животные, которые потом можно их приносить в жертву, и можно их кушать. То есть это были чистые животные. Он их, значит, принес в жертву, и в жертву называлась «Всесожжение». То есть он их полностью сжег. Такой был способ. То есть почему это такой способ, мы можем только догадываться. Можно предположить, что когда мы смотрим на человека, да, что такое человек? Это биоробот. Ну, там он человек, он подвижный такой, все, мясо, кости, кожа, одежда, там, больше мы смотрим на внешнее, на одежду. Но по факту, если взять из всего этого, убрать воду, что останется? Останется горстка пепла. Горстка праха от таблицы Менделеева. И вся вот эта вот, всего лишь вот эта вот кучка пепла, которая остается от человека, если из него с помощью огня убрать воду, или из животного. То есть мы берем с помощью огонь, стихия огня, испаряется вся вода, остается пепел, это остается земля, четыре стихии, из которого создан весь мир. А что это все оживляло? Неужели вот это горстка пепла человек, или вода, которая в нем была, это человек? Как есть такая шутка, что человек это вертикально ходящая лужа, да, потому что он на 70% состоит из воды, то есть это такая лужа, только вертикально ходящая. Нет, показывает нам жертва. Жертва нам показывает, жертвоприношение, все сожжения, что человек это душа, что вся вот этот, весь этот биоробот, это просто тот носитель, в котором находится душа. Понятно, да? Это как бы был смысл жертвоприношения. Принес он вот эти жертвоприношения, и написано так. И после этого, когда Ноах, это был единственный человек на то время, ну, он и его семья, из всего человечества, который остался, и 21-й отрывок, и понравилось Богу то, что сделал Ноах, и он сказал, сказал в сердце своем, имеется в виду, сегодняшняя книга Тани нам объясняет, что такое слова Бога. Десятью изречениями Бог создал мир. Слова Бога, это, это та реальность, которая становится вот этим материальным миром. То есть Бог сказал и стало. И вот когда написано в Торе, Бог сказал, имеется в виду, была установлена вот такая, новые законы в реальности. Так вот, когда написано, сказал Бог, не буду, говорит, больше проклинать я землю из-за человека. То есть он же создал все это мироздание вначале, и венец творения, это человек, это как бы все мироздание, оно для человека, человек это вершина творения. И вот первые люди, они испортились очень сильно, и вместе с ними испортилось все мироздание. И Бог стер мироздание потопом, стер, оставил одного чистого человека, цадик, который был по замыслу Бога, Ноах, он был по замыслу Бога, он был праведник, да, праведный. И он, значит, Бог оставляет этого Ноаха одного и говорит, все, я больше не буду в эти игры играть, а какая была у Бога игра? Он дал человеку полную свободу выбора, он сделал человека по образу себя творцом. И он ему сказал, делай, что хочешь, вот весь мир твой. И что начали делать первые люди? скрещивать животных, они жили там 900 лет, какие-то генетические эксперименты, то есть они жили только ради своего удовольствия, и совершенно они забыли о духовности, о добре. А когда человек живет ради своего удовольствия, то он ради своего удовольствия, в конце концов станет там, кто-то педофилом станет, кто-то будет грабителем грабить, кто-то будет там просто, ну, то есть, когда человек, он живет ради бесконечного удовольствия, любое удовольствие приедается, и он хочет еще, еще. А если я в этом мире хозяин, так кто мне указка? Никто. И вот человечество испортилось, Бог стер и говорит, когда Ноах вышел из Ковчега, Бог сказал, 21-й отрывок главы Ноах, Он сказал, все, не буду больше проклинать землю из-за человека. Ти, ецер, лев, адам, адам, ра. Значит, минаарав. Потому что производное сердце человека зло от его рождения, и я не буду больше, значит, уничтожать все живое из-за человека. То есть, он, Бог сказал, да, действительно, у человека есть свобода выбора. Да, действительно, у человека есть свобода выбора, и я сам сделал, то есть, Бог сделал так, что животное начало в человеке ведет человека против Бога, и человек должен выбрать доброе, да, начало. То есть, он выбирает духовное, он выбирает служение Богу, и это тяжело. То есть, он это делает через сопротивление, Поэтому это честная игра, есть награда. Иначе это не было бы наградой. То есть, если бы это было очевидно, что добро лучше, чем зло, тогда бы все бы выбирали бы добро. Но это не очевидно. То есть, у человека есть его животная сущность, которая закрывает ему духовное зрение. У него есть знание о Боге, о Торе, о заповедях. У него есть стремление его души к Богу, к Торе, к заповедям. И у него есть вот эта внутренняя война между добром и злом, в которой, если побеждает душа, тогда человек заслуживает награду и переходит в вечный мир. Если побеждает его вот этот эгоизм, его жестокость, его животная часть, тогда человек превращается в землю и все. Хорошо, значит, но Бог установил после потопа, что он сказал все. Я не даю возможности больше человеку уничтожить всю землю. Такого не будет. Вот предохранитель, значит, возможности у человека делать зло. Мной ограничены. Все. И, значит, вышли они на... И он им дает дальше новые установки. Всевышний дает тогда Ноху и его сыновьям, всему человечеству новые установки. На сегодня эти законы известны как семь митцвод, семь заповедей для сыновей Ноха, для всего человечества. То есть, вначале Бог дал семь заповедей для всего человечества, и они обязательны для всех людей. Теперь, когда Бог дал эти семь заповедей для всего человечества, то мир развивался, развивался, развивался. Потом Бог дал еврейскому народу, народ священникам, дал 613 заповедей, и сказал, вот вы спецназ, вы уже мне служить должны прям день и ночь, секунда в секунду, то есть, вы рабы для Бога, и вы, значит, все, вы на работе с пробуждения до засыпания, ночью тоже на работе. И, значит, все, 613 заповедей. Хочешь стать священником, значит, ты присоединяешься к еврейскому народу, и народ Израиля, это народ священников. Выйти нельзя, как разведка. То есть, если ты уже стал разведчиком, уже ты не можешь оттуда выйти. Все, выхода нету. Разведчики, они уже на всю жизнь разведчики. Теперь, значит, стать разведчиком можно, выйти нельзя уже. Теперь, дальше. И Бог сказал, главная заповедь, первая заповедь, Он им сказал, вначале это не была заповедь, вначале это было благословение. Ваеварах, Элоим, Эт Ноах, Ваэт, Банах. И, значит, Бог благословил Ноаха и его сыновей, и сказал им, прурву, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Это было благословение. Значит, дал Он им благословение, и дальше Он сказал, очень интересно, этот мир работает очень честно, мера за меру, то есть, все очень выстроено, ну, настолько все четенько выстроено, что вот вы видите такую вещь интересную. До потопа первому человеку нельзя было есть животных. Он ел только, Бог сказал, вот тебе трава, все, что растет, твое, значит, животных он ему не дал к пищу. После потопа Ноаху и его сыновьям, его потомкам, он дал право кушать животных. Почему? Я видел одно очень интересное объяснение, насколько все работает мера за меру. Если бы Ноах их не спас, их бы не было. То есть, их спасение прошло через Ноаха. Он их спас, то есть, он дал им жизнь, всем, получается. Теперь он получил право, когда ему нужно поддерживать свою жизнь, он получил удобный способ поддерживать свою жизнь, поедая этих животных. То есть, в принципе, животные по-любому все поумирают когда-нибудь, все животные, они умирают. Овечки, курочки, все умирают. Значит, ну, чем они занимаются всю свою жизнь? Они накапливают мясо. Они едят, 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 мясо накапливают, все. Человек, когда ему хочется кушать, человек же венец творения, весь мир для человека, он же не может, ну, умереть от голода. Значит, он берет это накопление мяса, курочка или корова, которая всю жизнь, ее функция была кушать траву, зернышки там и так далее, и накапливать. Человек после Ноаха, так как он спас, он дал жизнь, можно сказать, этим всем животным после потопа, значит, он может скушать себе курочку или какую-нибудь корову, может скушать. Но, но, сказал, это написано прям таким языком, «Все ползающее, что живо, вам будет в пищу, как зелень травной, даю вам все». Так Бог сказал. Только, и вот тут очень интересная вещь. Вот сейчас мы поймем, очень интересная вещь. Значит, только мясо, пока в нем есть кровь, не кушайте. То есть запретил им брать кусок от живого, и пока в крови есть душа, нельзя есть мясо. Теперь отсюда мы видим, где находится вот этот вот код человека, его нефиш. Нефиш – это его душа. Душа находится в крови, и когда в крови у человека есть вот кровь, она же несет всю информацию, вы знаете, все гормоны там, что-то изменилось – страшно, бах, в крови пошли сразу какие-то там гормоны вот эти вот, да, и так далее. Потом человеку холодно, состав крови изменился. Поднялся он на какую-то вершину горы, состав крови изменился. Он заболел, состав крови изменился. Он выздоровел. То есть кровь, она является переносчиком и информационной структурой души человека, да, животной души. То, что программный код, который дает человеку возможность жить. Теперь, когда человек съедает, теперь у животного же то же самое, как кошерный забой скота идет. Животному перерезают горло очень быстро, как лезвием таким, перерезают все нервы и пищевод, и артерии, чтобы она сразу засыпает. То есть животному не больно, оно не успевает даже выделить вот эти вот переболи, которые выделяются там, страх и так далее. То есть настолько острый, как бритва нож, что животное не, даже оно не чувствует, как его перерезают в горло и засыпает сразу. Теперь, но при этом сразу из него выливают кровь. Сразу из животного выжимают всю кровь, чтобы в мясе не осталось крови. И проверяют животное на все виды болезней. Это кошерное мясо. Почему надо есть кошерное мясо? Его проверяют сразу, разрезают легкие, печень, почте, сердце. Даже если у него были переломы какие-то, уже нельзя есть. Почему? Потому что если животное внутри носит болезнь, эта болезнь, безусловно, остается в его вот этой структуре. Если выпить кровь больного животного, то эта кровь сразу же входит во взаимодействие с кровью человека. И там может быть, мало ли что может быть. Теперь кошерное мясо, это 100% здоровое животное, с которого сразу вы убрали кровь. И поэтому его можно есть безопасно. Это просто набор белков, набор каких-то питательных веществ. Но оно не несет никакого программного кода. Теперь именно поэтому все хищные животные, все, которые едят падаль и так далее, все запрещены. Все насекомые по Торе запрещены. Потому что насекомое вообще непонятно, чем оно питается и какой у него энергетический код. Вот просто даже представить. Вот паук вот этот. Кто хотел бы быть похожим на паука? Но никто не хотел бы быть похожим на паука. А китайцы едят пауков. Почему? Они хотят быть похожими на пауков. То есть у них есть, у всех вот таких народов, которые, ну такие шаманские народы разные, да, они там едят глаза оленя, чтобы видеть, как олени, глаза там и так далее. То есть они знают это, шаманы вот эти, и они вытаскивают из животных, вытаскивают, значит, вытаскивают из животных их вот эти вот энергетические структуры. Они знали. Там из волка, волчатия, ну и так далее. Хорошо. Теперь, значит, но Бог сказал Ноху, его потомкам, не ешь от живого. Ни в коем случае не ешь от живого, потому что от живого нельзя есть, значит, ну, нельзя есть кровь вот эту. Все. Потомкам Ноха запрещено отрезать ногу от свиньи и съесть эту ногу, потому что пока свиня еще живая. Запрещено. То есть даже если это свиня для всего мира кошерная, только евреям Бог потом запретил есть свинью, потому что, не знаем почему, запретил, наверное, потому что, когда многие говорят, что Бог запретил свинью, потому что она вредная, это неправда. Наоборот, свиня вкусная и не вредная, а Бог запретил, чтобы была вот эта внутренняя борьба, потому что ты, ну, как бы, ты хочешь съесть, а нельзя. И вот в этой борьбе ты выполняешь, ты говоришь, а для меня желание Бога важнее, чем желание моего тела. И в этот момент ты выполняешь божественную заповедь. То есть он евреям дал очень много сложных тренажеров, 613 сложных тренажеров, а всему человечеству дал семь тренажеров, которые семь заповедей для сыновей Ноха. Кстати, первая заповедь, она очень влияет на, вообще на жизнь страны. Во-первых, давайте сейчас, секунду, всем, кто болеет, и родственники ваши, и все, кто болеет, слушают этот урок, чтобы было полное выздоровление, чтобы Всевышний дал вам силу и вашим родственникам для того, чтобы победить болезнь, и для того, чтобы дух усилился и победил болезнь. Дух оживляет тело. Чтобы было рифуа шлема, полное выздоровление, рифуата нефеш, выздоровление вот этой животной души, в рифуата гуф, и как следствие идет выздоровление тела. То есть даже пожелание, видите, как оно устроено? Мы желаем рифуата нефеш, вот эта животная душа, ну, то, что в крови, чтобы излечилось, чтобы там все программки наладились. И тогда будет рифуата гуф, и тогда и тело. Тело же это последствия души, значит, оно выздоровеет. Второе, я желаю всем, чтобы выполняли заповедь, плодитесь и размножайтесь. Здесь прямо дальше идет после крови, в основном идет все про то, что нужно плодиться и размножаться. А вы плодитесь и умножайтесь, и распространяйтесь, вас тишите прямо на земле и умножайтесь на ней. Это Всевышний сказал. Вот здесь это обязательная вещь. Причем интересно, здесь так написано, шестой отрывок. Кто прольет кровь человеческую, человеком кровь его пролита будет, ибо в образе Божьем создал он человека. То есть тот, кто убивает человека, его надо убить. Это Бог сказал, и это является добром и милосердием. Убийцу надо убить. Это Бог сказал. Это то, что сейчас проявляют, проявляют к убийцам якобы милосердие, это на самом деле жестокость. Сейчас я знаю, в России было громкое дело, как один отсидел 9 лет за убийство, 9 лет всего он отсидел, убил человека, осознанно, прям умышленно убийство, вышел 2 месяца, прогулял на свободе и убил 3 девушек. 3 молодых 17-18 летних девушек, он всего 2 месяца проходил на свободе. Это то, что не читали, не читали вот главу Ноах, не читали Тору, не выполняли Тору. Бог, самый добрый Бог, сказал, тот, кто пролил кровь человеческую, его кровь должна быть тоже пролита, потому что по образу Бога сделал Бог человека и не имеет права человек убивать другого человека. Если он убил, значит его надо убить, умышленно убийство. И дальше он сказал, а вы плодитесь, размножайтесь и населяйте землю. И Раши сказал интересную вещь, что тут есть намек, что тот, кто не занимается деторождением, он похож на того, кто убивает. То есть, если казалось бы, что, ну и что, что человек не хочет иметь детей, ну и что, что человек не хочет. Прямо конкретно в Торе написано, я не знаю, вот проблема, мне кажется, большая у Папы Римского, который, он же тоже живет по Торе, он знает, что это Бог сказал. Ну, он живет по Библии, в Библии там 4 пятых, это Тора, 4 пятых книг из Библии, это Тора. Но если написано здесь, что Бог конкретно сказал, нельзя убивать тот, кто проливает кровь, его нужно убить, это Бог сказал, а католическая церковь спасала нацистских преступников, говоря, что это милосердие, как же его можно убить? Он убил там лично этот Менделе, убил, он пытал детей, убил там сотни тысяч детей, а его католическая церковь спасла и говорит, ну как же, это же милосердие. Бог милосердный сказал, убийцу убейте. И дальше Бог сказал, что плодитесь, размножайтесь, населяйте землю. И говорят, что не зря оно рядом поставлено, что тот, кто не хочет размножаться, он как будто бы приравнивается к убийце. Все, дорогие друзья, давайте теперь на позитивной ноте, позитивная нота, кусочек, сегодня дольше был урок, кусочек из снидетания, говорится о том, что именно как Бог своими словами творил мир, и также мы с вами своими словами, человек своими словами творит свой мир. И поэтому очень важно закончить хорошим, чтобы было благословение на всех, кто плодится, размножается, как раз сегодня, можно сказать, вчера вечером была свадьба у Якова Шатадина, один из основателей и директор платформы ВАИКРа, он сейчас в Харькове, как раз в моем родном городе, он женился вчера вечером, то есть сегодня как раз день, когда он вступает в новый этап, плодиться и размножаться, чтобы дадим ему благословение, чтобы он прямо сейчас расплодился, размножился, прямо без края и заселил землю. Все, потому что один человек, это как целый мир. Еще мы учим из Ноаха, что один человек, спасая одну душу, ты спасаешь целый мир, потому что Ноах был один и от него пошел весь мир. Поэтому убить одного человека, это уничтожить целый мир, спасти одного человека, это спасти целый мир. Каждый человек равен миру. Поэтому удачи, успехов, Мазальтов и Якову, пусть на него будет благословение из этой главы о большом потомстве и всем нам, чтобы тоже было благословение и удача. Все, всем хорошего дня, Ходыштов, до завтра.